В предыдущих сериях я прилетел в Колумбию, чтобы найти и сфотографировать индейцев Коги, которые объявили себя старшими братьями для нас, остальных жителей Земли. Они до сих пор общались с журналистами только один раз, больше 20 лет назад. Тогда через корреспондента Би-Би-Си они передали послание человечеству. Мол, если люди и дальше будут продолжать нарушать экологическое равновесие и разрушать Землю, то все это очень плохо кончится. По ошибке вместо гор я отправился в пустыню и после долгих поисков нашел индейцев, но это оказалось совсем другое племя. Про нас говорят, если и есть племя, вдохновленное мечтами, то это племя ваевый. После первой неудачной попытки я начал заново, и вскоре у меня появился след. Горы? Сьерра-Невада? Сьерра-Невада. Сейчас, правда, уже все не так. Плантации осталось совсем-совсем немного. Дорога по горам через джунгли оказалась труднее, чем я ожидал, но и интереснее тоже. Марк, смотри наверх. Один мой друг шел вон там, вон там, из Санта-Марте, и вдруг прямо перед собой увидел тигра. Тигр спал, а потом проснулся, тигр увидел его. Он увидел тигра, а они – а-а-а-а, и побежали в разные стороны. Смотри, Марк, это гигантские муравьи. Мы называем их Большой Зад. Они распространены по всей Колумбии. Все люди едят их. Три дня дороги по джунглям, и, наконец… Это затерянный город, не так ли? Да, мы добрались, это он. Мы выходим на главную городскую площадь, и первое, что видим – подразделение армии Колумбии в полной амуниции. Оказывается, они охраняют затерянный город, и благодаря им эта территория вообще открыта для посещений. Помните, я говорил про герилии, партизан и наркокартели? До 2005 года они занимали эту территорию. Редких туристов, которые сюда забредали, случалось, похищали. Но с тех пор, как правительство организовало здесь патрули, такого больше не повторялось. А Вилсон, оказывается, по просьбе одного из них, это его старый знакомый, принес сюда эту всю дорогу, пер на себе пакет с сигаретами и печеньками. Как много времени ты проводишь тут? Ну, мы тут 4 месяца, сменяемся каждые 4 месяца. 4? Да, каждые 4 месяца мы уезжаем в город. А сейчас, на данный момент, мы тут уже 2 месяца. Ага, 2, посерединке. Да, уже почти заканчиваем. Ну что ж, удачи, спасибо большое. Немножко мешают военные в кадре, но я вполне могу их убрать с помощью фотошопа. Он, знаете ли, творит чудеса. И, с другой стороны, это издержки, это цена нашей безопасности. Потому что не будет этих военных здесь. Нас бы уже наверняка давным-давно похитили бы какие-нибудь местные герилии, взяли бы в плен и требовали бы выкуп с наших бедных родственников. Ну, а так вообще город, конечно, сумасшедшей красоты. Есть такой известный персонаж Эрик фон Деникин. Писатель, режиссер, документалист, но главное, чем он знаменит, он один из первых идеологов теории палеоконтактов. Это, как все мы помним, такая отрасль науки, которая занимается изучением доказательств посещения инопланетянами Земли. Свидетельства которых можно найти в памятниках древних культур. Так вот, Деникин был здесь и уверял, что затерянный город точно посещали представители внеземных цивилизаций. Якобы без помощи инопланетян сами индейцы такой город не построили бы. Я сейчас вам это рассказываю, я сам думаю, Господи, какие инопланетяне! Ну, почему моя программа, в которой до сих пор ничего не предвещало беды, вдруг приобретает такой фантастический, мягко говоря, флёр? Но, поразмыслив немного, понимаешь, что эта история не лишена логики. Вмешательство внеземных цивилизаций – самый простой способ объяснить то, что не подается рациональному объяснению. А в случае с Коги этого самого необъяснимого действительно немало. Предки Коги, те, кого испанцы называли Тайрона, принадлежали народу Кагаба. По сообщениям конкистадоров, они не были высокоразвитой цивилизацией. Но их город, который теперь так красиво называется Затерянным, свидетельствует об обратном. Как минимум, его построили по технологиям, которые вряд ли были доступны народу Кагаба. По крайней мере, никто из исследователей сейчас не понимает, откуда у Коги были столь серьёзные познания в архитектуре. Особенно если учитывать, что их потомки сегодня такими познаниями, в общем, не блещут. А между тем, все террасы, дома и храмы Коги сооружены в соответствии с расположением созвездий и астрономическим календарём. Даже учёные, которые весьма снисходительно относятся к теории палеоконтактов, признают, что Тиюна – город слишком непростой для Коги. И это тоже невозможно объяснить. Коги больше не возводят города, как это было несколько веков назад. Они стали… не хочется употреблять слово «примитивное», но они именно такие, какими себе представляешь индейцев, обособленно живущих в джунглях, со своими индейскими интересами и страстями. За измену у нас наказывают, но зато у нас есть многожёнство. У мамо может быть две жены. Когда первая жена состарится, он может получить ещё одну новую, потому что со старой женщиной не очень хорошо заниматься сексом. Но для этого нужно, чтобы было много денег, много коров и свиней, и он мог бы обеих жён содержать. Даниэль и Самуэль сдержали обещание и теперь рассказывают мне о законах и традициях племени. Я знаю, что Коги не нравится, когда люди пытаются с ними сфотографироваться или снять их на видео. Почему? Раньше отцы говорили детям, чтобы те не разрешали их фотографировать, потому что камера забирает душу. Сейчас мы уже не так в это верим, но привычка осталась, и она хорошая, потому что люди не всегда говорят правду. Он сейчас снимет, а потом уедет и будет говорить о нас разные вещи, но другие. К сожалению, недоверие – это симптом новейшего времени. Всё дело в уакерос, то есть расхитителях гробниц. Для Коги долина реки Буритак является священным местом, где их мифический предок Тиюна, его именем и назван этот город, сотворил из камня и золота фигуры прародителей всех существ, живущих на земле, а затем спрятал их под землёй. Таковы предания. И зная их, в конце прошлого столетия сотни этих самых уакерос, искателей сокровищ, ринулись перекапывать Буритаку и окрестности в поисках золота. Земля-то священная, поэтому Коги и видят в чужаках прежде всего угрозу. Я хотел спросить о волосах. Да, все Коги, которых я видел, были с длинными волосами. Это потому, что мы не стрижёмся. Я вот никогда не стригся. Потому что волосы для нас символизируют природу. Реки, деревья, животных. Если кто-то из нас обрежет волосы, это будет то же самое, как если бы он срубил дерево. Одно и то же. Да, как и у вас. Вот вы срезаете волосы и точно так же рубите деревья. Вырубайте джунгли. И это на самом деле очень важно. Тяга к охране природы даже на уровне причесок. И если потянуть за эту ниточку, вот тут-то и выскочит то самое, что делает Коги уникальным племенем и сейчас. Несмотря на то, что у них больше нет астрономических календарей, и они не делают сложных математических вычислений перед тем, как построить свои лачуги. Миссии спасения человечества они сами отвели себе особую роль на планете. Я даже подумал, а могло ли быть так, что цивилизация Коги всё-таки была когда-то высокоразвитой. Но потом, предположим, в какой-то момент они разуверились в идее научно-технического прогресса и стали уделять больше внимания миру духовному. И в этом тоже достигли успехов. Как раз поэтому сейчас Коги живут очень просто, но все их мысли при этом о человечестве. Но почему? Что было причиной такого разворота? Боюсь, этот вопрос так навсегда и останется загадкой. Помните, я рассказывал про то, что в 17 лет каждому юноше Коги выдают штаны и ещё кое-что? Так вот, это кое-что? Сумка. Специально для... Конечно, я знаю, что там, но не могу не спросить. Хорошо, у меня последний вопрос. Ваша сумка. А она наполнена листями Коки? Для вас рюкзак – это то, где вы носите личные вещи. Для нас такая сумка – это нечто большее. Да, там Кока. Кока для нас – это традиция, это наша защита. Мы без неё не можем. Её нам даёт мама. Кстати, штаны и сумка по-прежнему не всё, что выдаёт мама в день 17-летия Коги. Но об этом позже. А пока на все мои вопросы, касающиеся их роли старших братьев и спасителей человечества, Даниэль с Самуэлем отвечать отказываются. Говорят, об этом лучше спрашивать всё у того же мама. Да я и сам понимаю, что без такого героя мою работу здесь нельзя будет считать успешной. И мне опять крупно везёт. Я не знаю, что это было – пресловутый дар предвидения Коги или просто хорошая сметливость, но оказывается, мои индейцы уже спросили разрешение у одного мамы, который живёт недалеко от затерянного города, и он уже согласился поговорить со мной. Мы спешим в гости к маме, и как только выходим из Сьюдат-Пердиды, начинается ливень. Хорошо, что обещанный сезон дождей начался только теперь, когда мы уже побывали в затерянном городе. Сьюдат-Пердиды Сьюдат-Пердиды Мамо зовут Румальда, и выясняется удивительная вещь. Он был одним из тех, кто 20 с лишним лет назад общался с корреспондентом Би-Би-Си и передавал ему послание, в котором Коги призывали человечеству перестать так безответственно относиться к планете. С тех пор кое-что изменилось. Люди так и не сделали ровным счётом ничего после нашего послания. Вы не платите за себя природе, поэтому за вас платим мы. Мы по-прежнему ваши старшие братья, но на вас мы больше не надеемся. На всякий случай освежу ваши воспоминания. Коги верит в Аллуну, Великую Мать, то есть Мать-Землю. Все люди её дети. Коги старшие, остальные младшие. У Коги есть священная гора, которую они называют Гонавин-Дуа, Сердце Мира. Остальные люди знают её под названием Пик Крестобаля-Колона, самую высокую точку Колумбии. Так вот, с этой вершиной Сердца Мира, высотой 5585 метров над уровнем моря, вниз течёт вода с ледников. В этой воде содержится информация, от кого бы вы думали, до Матери-Земли. И мамы сумеют эту информацию считывать. Именно так, в 88-м году, они узнали, что должны передать человечеству послание. И таким же образом, впоследствии, Мать-Земля передала им, что на младших братьев лучше не рассчитывать. Вот примерно так обстоят дела, если верить тому, что говорят Коги. А, да, ещё они умеют общаться телепатически и путешествовать, выходя из своих тел. Казалось бы, как вообще в этом можно верить? Но Коги ведут себя так, словно совсем не нуждаются в нашем доверии. Они не хотят никому ничего доказывать, они ни на чём не настаивают. Более того, из них лишнего слова не вытянешь. И вот как раз это спокойное молчание выглядит как-то особенно убедительно. Я пытался узнать подробности, как, чего, но Румальда сказал только, что несколько раз в год он идёт на секретное озеро в горах, куда нельзя никому, кроме мамы. Там он напрямую общается с Матерью-Землёй, проводят церемонии, суть которых в том, чтобы сохранить равновесие на планете. Эти обряды нельзя назвать яркими и выразительными. По существу посторонний в них ничего не увидит. Просто медитирующий человек, поддерживающий особое состояние сознания, в котором он говорит с высшей силой. И всё вокруг улучшается. На самом деле, Дон Румальда производит, конечно, яркое впечатление. Он наотрез отказался говорить о каких-то бытовых деталях жизни Коги, об их традиции, истории, а тому подобном. Никаких подробностей о духовных практиках, об этих самых церемониях на секретном озере. И в конце концов, у меня возникло ощущение, что он согласился со мной поговорить, только чтобы передать ещё одно послание. Крайне простое, оптимистичное, но вместе с тем очень грустное. А сколько, по вашему мнению, у нас ещё осталось времени до того, как люди уничтожат природу? Люди не смогут, потому что несколько сотен мамос в этих горах каждый день проводят обряды, чтобы это предотвратить. Каждый час, каждую минуту кто-то из нас говорит землёй непрерывно. Так что не волнуйтесь, мы вас защитим. Мама повязала мне ниточку на руку на удачу. Между прочим, точно такая же ниточка. От этого же мама, как мне сказали, красуется на руке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Разрешил себя сфотографировать и вежливо распрощался. Теперь, после того, как я поговорил с мамой, у меня оставалось только одно дело – традиционная итоговая фотография. И я рвался дальше на поиски Коги, но Вилсон сказал мне, что мы во что бы то ни стало должны посетить одно место. Мол, там мы и договоримся и про Коги, и про финальную фотографию, и вообще. Несколько часов, и мы на месте. Что-то среднее между маленькой деревенькой и лагерем для туристов, вроде тех, в которых я уже ночевал. Только здесь есть генератор, а значит электричество, горячий душ и даже телевизор. Небольшая передышка мне точно не повредит. Это такой привет Григорию Манёву и программе «Поеда Сантоса». Знаменитые гутемальские легавые, страшные собаки. Да, 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 не могут разорвать человека на части, не будь они такие дружелюбные. Да, папа? Молодец. Казалось бы, колумбийцы все понимают. Конечно, это никакая не гутемальская легавая, это не менее легендарная колумбийская борзая. Я так расчувствовался, что ошибся, хотя бы перепутать, как я понимаю, что я не простил. Кстати, выяснилось, именно из-за телевизора мы здесь и оказались. На много километров вокруг телевизоров попросту больше нет. А Вилсон, да и Данила, как и любой колумбиец, страстные футбольные болельщики. А сегодня как раз одна восьмая финала Чемпионата мира по футболу. И играет Колумбия с Уругваем. Я, может, сначала и рассердился, но очень быстро понял, что скорее благодарен Вилсону. Поболеть за южноамериканскую команду, наблюдая за игрой в полнейшей глуши в колумбийской деревушке, в джунглях, это бесценно. А вот один из наших коги, Снуэль, если и болельщик, то где-то очень глубоко в душе. Единственный на всю округу телевизор – общественное достояние. Если смотреть матч мы начинали в одиночестве, то довольно скоро здесь образовалась толпа. Жители соседних деревень, колумбийцы, путешествующие по местным горам, гиды, проводники. И, в общем, к тому моменту, когда сборная Колумбии одержала заслуженную победу, народу у нас было как на стадионе в Бразилии. И по эмоциям тут уж точно никому не уступали. Знаете, часто так бывает, что успех зависит не только от вас. Ну вот, например, я мог бы, конечно, бегать по джунглям в поисках индейцев, но маловероятно, что это что-то дало бы. Вот поэтому на землю и присланы такие люди, как Вилсон. Вилсон пытается договориться с семьей Коги о том, чтобы я мог поснимать внутри их домов, чего, в принципе, по-моему, до нас никто и не делал. Индейцы Коги не любят пускать их в свои дома. Да, и у него, кажется, получилось. Здравствуйте. Алисия – это Марк. Марк – это Алисия. Приятно познакомиться. Хосе Мигель. Он тоже мама. Представляете, насколько мне повезло. Индейец Коги разрешает мне снимать у себя дома. Да вдобавок он еще и мама. Это похоже на неожиданный и очень приятный бонус. Я мы сейчас и начну. Вот. Ситуации, они случаются достаточно редко, когда… Ну вот, правда, каждый миг он ценен. Нельзя упускать ни малейшие возможности сделать фотографию. Потому что вот эти вот мгновения, они не повторятся. Не по той же самой причине, по которой обычные мгновения не повторяются, а потому что, ну вот, когда я еще попаду в колумбийские джунгли, в деревню к индейцам, и те разрешат мне снимать их, это такая ситуация очень гипотетическая. Ну, правда, они обычно этого не делают, не разрешают. Мы вошли в дом мамы, и вы можете присесть там, рядом с ним. Он сейчас занимается чисткой и сушкой коки. А, коки? Угу. Да, от шелухи. Потом вот этот камень в огне, когда он нагревается, мама помещает его в мешок, где лежат листья коки, для того, чтобы их высушить. Тогда кока приобретает все те свойства, за которые коки ее и любят. Свойства главным образом энергетические. Говорят, с помощью этих листьев коки могут не спать и не есть по три дня, не уставая проходить десятки километров. В общем, послушать так одни плюсы. Ну, кроме того, что из-за коки из организма вымывается кальций и портятся зубы. Чтобы восполнить дефицит кальция, коки собирают морские ракушки, перетирают их в порошок, а потом помещают этот порошок в поппоро. Такую деревянную колбу и с помощью специальной палочки постоянно кладут себе в рот ракушечную пыль. Выглядит все это диковато. Но для всех коки это важнейшая часть повседневной жизни. Вот как раз поппоро. И есть то самое последнее, что наряду со штанами и сумкой для коки выдают каждому коги на 17-летие. Коги, коки. Язык можно сломать. Марк, эта шляпа важна, потому что только у мамы такие есть. Он сказал мне, что когда у меня нет шляпы, он не мама, а сейчас он мама. Белая одежда коки символизирует снег, лежащий на склонах священной горы Гонавиндуа. Шапочка – вершину этой горы. Это высший знак отличия. Только 200 коки из почти 18 тысяч могут носить их. Теперь он хочет показать нам, как он сушит листья коки. А как ты думаешь, делал ли кто-нибудь такие же снимки раньше? Нет, это первый раз. Ты первый, кто снимает этот процесс. Здорово. Это супер. Это очень важно для меня. Фу, ну что ты скажешь. Особенно приятное чувство, когда получается сфотографировать то, что до тебя никто не снимал. Прямо мало сказать приятное чувство. Огромное фотографическое везение. Как всегда в таких случаях охватывает такая фотографическая лихорадка. Вроде бы здесь одно и то же место, да, и действия, которые он совершает, они тоже примерно одинаковые. Соответственно, фотографии получаются похожи, но остановиться невозможно. Хочется все время снимать, снимать. Хижины это можно назвать лишь условно. Хотя мы помним, что мама самый уважаемый человек. Все решения в жизни племени принимаются только с его одобрения. Как становится мама, выяснить точно мне так и не удалось. Говорят о годах, которые нужно провести в темноте в пещере, чтобы стать им. Я также слышал о наследственной передаче звания мама. Но в любом случае, стопроцентно то, что, будучи безусловными лидерами в своем обществе, мама не пользуется плодами, которые это может им принести. Маме не нужна роскошь. Собственно говоря, как и сама власть. Хосе Мигель говорит, что он точно не знает, но ему около ста лет. У него есть четыре сына и дочь, у которых тоже есть дети. Всего в семье 15 человек. Мужчины живут в этой хижине, женщины в соседней. Там мне тоже разрешили сделать несколько кадров. А чем обычно занимаются женщины коги? Это сельское хозяйство, охота или что-то другое? Женщины делают все подряд. Занимаются сельским хозяйством, собирают листья коги, стирают одежду. А что обычно делают мужчины? Мужчины всегда дома сидят, спят. Такая национальная особенность. Видимо, мужчина должен всегда быть готов к подвигу, поэтому уставать ему категорически нельзя. Кстати, каждая девочка коги в 14 лет может выйти замуж. Раньше не то, что могла, была обязана, но сейчас такого правила уже нет. Обычно функции ЗАГСа лежат на маму. Он составляет пару и проводит церемонию бракосочетания. Но если девушка не согласна с решением мамы, она может выбрать мужа себе сама. При этом разводов коги тоже не одобряют. Если женщина, не послушав, мама выбрала себе партнера, а в итоге ошиблась, она должна прожить с ним всю жизнь. Даже если он заведет себе вторую жену. В качестве финальной фотографии коги я хочу попросить эту семью, к сожалению, не в полном составе, но они сейчас все разбудились, кто в лес, кто на реку и так далее. В общем, те, кто есть, я хочу попросить их выйти чуть подальше от своих домов, чтобы я смог сфотографировать их на фоне как раз этих домов, которые находятся посреди джунглей. И это, на мой взгляд, будет символизировать их близость с природой, их единение с природой. Вы можете стоять вот здесь. Ближе, ближе. Так, хорошо. Так, вот примерно так. Смотрите на меня, пожалуйста. Все, все, что нужно. В то, что индейцы коги действительно охраняют землю, можно верить, можно не верить. На самом деле это не имеет никакого значения. Убрав всю мистику, предания и сказки, я для себя из этой истории вынес одну очень важную штуку, о которой раньше особо не задумывался. Люди не хозяева Земли. Как и все остальные живые существа на планете, они всего лишь живут на ней. Практически как гости, пришли и ушли. И то, что часть людей умнее, чем животные, не дает им больше прав в пользовании ресурсов нашей планеты. Тем более, если речь о том, что ей может быть нанесен вред. Очень важно помнить, как правильно вести себя в гостях. Это была программа «За кадром». Я Марк Подробинник. До скорого. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова